Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Пилот, потерпевшего крушение самолета А320 компании German Wings, самостоятельно снизил лайнер. К такому выводу пришли французские прокуроры после того, как ознакомились с содержанием бортовых самописцев. Эксперты сообщили, когда первый пилот покинул кабину, то уже не смог в нее попасть. По мнению прокуратуры, 28-летний второй пилот намеревался уничтожить самолет. В Вашингтоне завершился двухдневный украинско-американский аграрный конгресс. Украинская сторона рассказала о перспективах местного аграрного сектора. Чиновники и бизнес-лидеры обеих стран подытожили. Наша страна может сыграть ключевую роль в борьбе с возможным мировым продовольственным кризисом. Поэтому инвестиции в Украину – это вопрос глобальной безопасности. Ближний Восток становится зависимым от украинской еды. Хотели бы они покупать ее у России, хотели бы зависеть от нее. Если россияне будут вынуждены производить еду для остального мира, ее не будет вообще. Продовольствие должно изготавливаться в пределах свободной демократической коммерческой системы. Всемирный банк сейчас рассматривает возможность технической поддержки, которая может привести к займам в будущем в сфере орошения. Южная Украина имеет потенциал обеспечивать Северную Европу, а позже, возможно, и Россию продукцией садоводства. Но для этого нужно вложить немало денег. Публичный сектор должен инвестировать в инфраструктуру. У этой инициативы Всемирного банка большие перспективы. Я надеюсь, что ее удастся воплотить в течение ближайших лет. Проект «Стена» обойдется Украине в половину дешевле. Возведение ограждения на Украино-Российской границе и на прилегающей к оккупированному Крыму территории будет стоить 4 миллиарда гривен вместо озвученных ранее 8 миллиардов. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, добиться значительного сокращения стоимости проекта позволило более детальное изучение местности и отказ от обустройства системы так называемого забора – сигнализационной системы вдоль всей украинско-российской границы. Она будет обустроена только вокруг пунктов пропуска и на тех участках, где это наиболее необходимо. Тем временем, минувшие сутки в зоне АТО обошлись без погибших и раненых украинских военных. Но на фоне полного выполнения Украины и Минских соглашений противник не прекращает попыток сорвать мирный процесс, совершая для этого вооруженные провокации. Активность боевиков сохраняется по всей линии размежевания от Азовского моря до Бахмутской трассы. Кроме оружейных провокаций с использованием стрелецкой оружия, гранатометов и минометов, вчера наши позиции поблизости селища Опытное, что в районе Донецкого аэропорта были обстреляны с танка незаконного вооруженного формирования. Также вчера произошел минометный обстрел боевиков безусловно по месту Авдеевка. Факты использования вооруженной артиллерии не зафиксированы. Уже сегодня, после обеда, противник дважды порушил режим тиши. Наши военнослужащие адекватно реагируют на провокации боевиков и утримают вызначенные рубежи обороны. Трехлетняя девочка из Индии побила рекорд страны по стрельбе из лука. Чарукурия доля Шивани стала самой юной лучницей, которая набрала более 200 очков. Доли выпустила по мишеням 7-метровой и 5-метровой дистанции по 36 стрел и набрала 388 очков. Достижения зафиксировали представители Книги рекордов Индии и Ассоциации лучников. Это новый рекорд в Книге рекордов Азии и в Книге рекордов Индии. Старший брат Доли также был известным лучником и тренером, но погиб в автокатастрофе 5 лет назад. Доли родилась спустя 2 года у суррогатной матери. Родители еще до ее рождения планировали, что она станет лучницей и готовились к этому. Для первых уроков девочки изготовили специальные легкие стрелы из углеводородного волокна. На этом пока все. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok